наконец-то наступило тепло душа требует шашлыка для этих целей в тюмени оборудовано целых 17 мест отдыха все эти места абсолютно бесплатные как они выглядят где находятся чем отличается и отличается ли вообще друг от друга прямо сейчас мы проверим мы приехали в зону отдыха номер один находится на соларическом тракте рядом санаторий родник это может быть такой точкой которая поможет вам найти легче всего сюда добраться на машине потому что рядом остановок близко нет пойдемте посмотрим вообще что здесь есть нам обещали на сайте администрации тюмени что здесь будет 4 беседки давай посчитаем 1 2 3 4 все правильно нам обещали качель давай искать мы видим качель и мы видим туалет который нам обещали то есть все то о чем нам говорит администрация действительно здесь есть давай посмотрим какого вообще тут все качество количество столики хороший стол надо брать так мангальчики а кто-то видите уже здесь был не тепло как бы в этом году они уже использовались то есть видимо популярное место это саллирский тракт что мы здесь видим здесь есть четыре беседки с накрытием с крышей можно спрятаться от дождя от снегограда метеорита в общем а чего вам надо есть простые столики без накрытия там уже не спрятаться и кстати есть один столик там нет ни скамеечки ничего поэтому если вдруг вы приедете все занято то там вам придется постоять туалет качельки мусорный бак все исправно все в отличном состоянии в лесу комфортно птички поют в общем очень здорово еще одно очень крутое место отдыха в верхнем бару находится здесь все две беседки они с накрытием есть также туалет есть мелкие мусорные баки большой мусорный бак есть классная скамеечка прямо под березкой есть даже какое-то подобие гамака который вполне возможно сделан из волейбольной сетки есть волейбольное и футбольное поле есть качели в общем здесь очень здорово приезжайте буквально в 50 метрах есть еще три беседки они со столиками со столами с мангалами есть также туалет есть качели а еще здесь есть одно интересное ноу-хау вот она есть даже мыльца вот здесь можно пользоваться будем надеяться что там никто не нас это зона отдыха находится в митилева она мало чем отличается от предыдущих здесь также есть беседки их три у каждой есть мангал и все исправно все проверили есть качели есть туалет есть мусорный бак местные жители судя по всему заценили здесь отдыхают разгар рабочего дня эта зона отдыха находится в березовой роще сюда добраться несложно можно доехать на автобусе номер 17 еще одна очень классная зона отдыха находится в плеханово если вам нужна так называемая мини гилевская роща добро пожаловать сюда смотрите как классный газон здесь очень много места здесь целых 12 беседок некоторые с крыши некоторые без здесь есть трехметровый мангал кстати мы это единственное место где мы увидели такой огромный мангал много скамеечек есть несколько детских площадок небольших есть спортивная площадка есть целое футбольное поле с классным газоном и целых два туалета чтобы не было чередей мусорные баки относительно чисто в общем очень классное место нам очень понравилось мы вам его рекомендуем зона отдыха в районе ветеранов труда где мы прямо сейчас находимся располагается рядом с дорогой сюда легко добраться на автобусе но здесь не так уединено как в предыдущих зонах отдыха здесь есть три беседки с мангалами туалет мусорный бак и качели все исправно все проверили сейчас мы находимся в зоне отдыха в районе мыса здесь рядом находится финский залив что здесь есть есть три беседки два мангала туалет мусорный бак качелька есть мы приехали сюда в четверг вечером Как видев, зона очень популярная. Встретили немного агрессивных людей в состоянии опьянения. Вы чего работаете? Снимаем зону отдыха, фотографируем. Для чего? Для материала. Вы зачем вторглись в наше пространство? Это общее пространство. Мы общее пространство. Но зачем? Нет, вы мне объясните вашу суть, ваши проблемы. Мы объясняем. Нет, давайте мы поговорим с Элиной. Нет. Идите. Нет. Записывайте, не посидим. Я сказал нет, я сказал нет, все. Надеемся, что вы не встретите таких людей, только нам так посчастливилось. А еще здесь есть классный водоем, но плавать здесь нельзя. Зато можно сделать классные фотки. Мы приехали на следующее место, оно находится в районе ТЭЦ-2. Судя по всему, место очень популярное. Во-первых, огромное количество мусора, пожалуйста, убирайте за собой. Во-вторых, 10 часов утра, горячий мангал. То есть, с самого утра кто-то на завтрак себе жарил шашлык. Здесь три беседки, один отдельно стоящий стол. Есть 4 мангала, туалет, качельки. Повторюсь, место очень грязное. Буквально по соседству находится следующая площадка для отдыха. Здесь мы насчитали целых 9 беседок. Есть отдельно стоящий стол. Мангалы, кстати, есть не у каждой беседки. Где-то просто срезаны. Возможно, они кому-то понадобились в хозяйстве. Та-да-да-дам. Так, уходим. Пропускаем сотрудников полиции. Патрулирующих территорию. Здравствуйте. Пруд Войновский. Это зона отдыха. Мало чем отличается от предыдущих. Есть мангалы, есть беседки. Но также здесь есть небольшой водоем. Правда, купаться в нем запрещено. Напротив ТЭЦ-2 в зоне отдыха есть две беседки. Практически все сделано из металла. Здесь не очень уютно. Небольшая территория. Очень шумно. Здесь находится автомобильная дорога. Постоянно ездят автомобили. И здесь очень неприятный запах. Возможно, только нам так повезло. Но поехали отсюда быстрее. А это самая маленькая зона отдыха, которую мы видели. Она находится в районе Обездной. Здесь всего одна беседка. Один туалет. Нет мангала, зато есть такой вот очаг. Буквально через 300 метров проедете вглубь леса. Здесь находится еще одна небольшая зона отдыха. Здесь всего две беседочки. Один мангал, один туалет. Здесь не очень уютно, шумно. Потому что рядом Обездная и проходит линия электропередач. Знаете, чем отличилась именно эта зона отдыха? Здесь унесли с собой не просто мангал, а целый комплекс. Судя по всему, здесь стоял стол, здесь была скамеечка, там была вторая скамеечка. Здесь стоял стол, а вот здесь был мангал. Но сейчас здесь абсолютно ничего этого нет. Прямо сейчас мы находимся на старом Елутровском тракте. Здесь небольшая зона отдыха. Всего две беседки, два мангала. Есть остатки какого-то мангала. Прямо за моей спиной находится дорога. Очень шумно ездят автомобили. Здесь не очень чистое место. И очень неприятный запах. Возможно, это запах от птицефабрики. Буквально неподалеку находится еще одна зона отдыха. Она ничем не примечательна. Здесь также есть беседки, мангалы, качели. Все исправно работает. Здесь очень классная природа. Единственный недостаток этой зоны отдыха – это железная дорога. Она находится практически... Практически у меня на ладошечке вот так вот. Практически вот здесь. Да, и подержи железную дорогу на ладошке, я тебя сфоткаю. Чуть-чуть ниже. Вот все. Молодец. Неподалеку есть еще одна зона отдыха. Прямо сейчас мы здесь находимся. Здесь очень классно поют птички. Но рядом находится дорога. Достаточно шумно. Скамейки полностью из металла. Кроме беседок, мангала, всего прочего, здесь также присутствует мусор в обильном количестве. И вишенка на торте – это Гилевская роща. Здесь, как нам кажется, есть практически все для шикарного отдыха. Все бесплатно. Очень много классных современных беседок. Туалет чистый, хороший, красивый. Много площадок для активного отдыха. Здесь можно поиграть в волейбол, в футбол, в теннис. Арендовать велосипеды, самокаты, электросамокаты и многое другое. Есть всего один, но огромный минус. Здесь практически невозможно в любое время дня ночи, в любое время года найти свободную беседку. Субтитры создавал DimaTorzok